В рамках союзной программы удосконаливания пограничной безопасности сегодня в Доброжском районе открытый дом для военнослужащих заставы Усохская Будда. Жильем тут будут забеспечены усе прапорщики и офицеры, которые имеют в этом потребу. На заставе побывали наши корреспонденты. Этот день на участку пограничной заставы Усохская Будда оказался дождливым и достаточно холодным. Хоть на процессах овы державной границы на дворье не повплывало никаким чином. Зона отказности заставы – 23 километра. Патрулявание этой территории не спыняется николи. У пограничников служба отказная и непростая. Военнослужащие постоянно готовы до выполнения боевой задачи. Прапорщиков и офицеров это тычется на певную первую очередь. Разом с тем только служба и життя на заставе для их не обмяжовывается. Пытанием створения комфортных жильевых умов занимаются во всей Гомельской пограничной группе. Але первым уластный дом у пограничников открылся минавито в Усохской Будде. Намесник начальника заставы Роман Казакевич у службовую квартиру переедел ближайшие дни. Да, это гажил у приватном доме, який застава арендовала для своих офицеров. Обычный такой деревенский дом, если так можно сказать, деревянный пол, мебели, там въезде нет. А здесь вот я зашел и обои, и мебель, и все есть. И пол шикарный. Не сравниваются просто два дома. Жилый дом для прапорщиков и офицеров заставы Усохская Будда побудованы в рамках программы «Удосконаливание пограничной безопасности союзной державы». Ее подписание отбалось в 2017 году в Гомеле подчас посаджения Совета министров союзной державы. Реализация этого документа накерована на упорядкование огольной границы и створение сприяльных умов для службы пограничников. До речи, только будовництвом жилого дома в Держпогранкомитете вы решили не обмежовываться. На протягу двух ближайших годов на заставе Усохская Будда запланованный комплекс работ по усмоценению границы. Будет возведено здание именно пограничной заставы. На данном направлении продолжаются инженерные работы. Оборудуется участок под сигнализационный комплекс КС-205. Это будет довольно-таки современный сигнализационный комплекс по прикрытию протяженных участков. Олег Сентюроу, Сергей Нигеревич, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» с пограничной заставы Усохская Будда.